Есть город Долі видатних людей завжди були містичними та загадковими. Легенда одеського чорноморця Ілля Цимбалар народився ось у цьому дворі. Тут і перечасно обірвало життя. 2013-го йому було лише 44. Ось його квартира. Не знаю, як це так виходить в житті, але так виходилось. Зараз вирос, прийшов і умер в цьому дворі. Здесь він зробив свої перші шаги в футболі. Вон там є в парківчанська площадка, до сих пор она дістуюча. На футбольній площадці. Як і не з ребятами приходили, бігали. Є такий «Едуар Петрович Лучин». Він знайшов Ілюшу на площадці. І ще Редик розказував, як це було. Він говорит, мальчики, хто хоче із вас грати в футбол? І саме перші, як він розказував, Ілюша підбежав і тянув руку. Я, я, я. Ну, «Едуар Петрович» його взял за руку і перевел в Отраду, в школу Черноморець, в те годы, це школа Черноморець Олимпийського резерва, і передав тренеру Кривенку Ілюшу. І от з цього все і пошло. Він, перші, душа була. Він, він завжди все зробив з улыбкою, завжди з юмором. Ну, це як би не передавати. Дісті, якщо о людях говорять, хороо вспомінають люди. Дісті, я був, хоча коротку, але достойну свою житті, що його буду ще помніть. І ми щось все це організуємо, щоб вся одежа вспоміла Украину, щоб був такий футболист, чоловік. Впоміная Ілюшу, ми зробили цей фільм в пам'ять о нім. Об Ілюші Цибаларе, розпитальніки одеського футбола, дуже талантливому футболісті і прекрасному чоловікі і другі можна говорити багато і довго. Але, навіть, краще всього за нього скажуть його ігри, його голи. Ілюша імел талант от Бога. І не зря, коли-то він сказав, я лівша, і це от Бога. Він умел дарити людям радість на футбольному полі. Його ігра була іскрометна, його ігра була запоминаючася. І, звісно, ж, болельщики були благодарні йому за ці праздники футбола, які він дарив їм. А вот як Ілюша Цимбаларь сам розказуває о своїх перших шагах в футболі. Я родился напротив стадиона, прям как раз центральна аллея, на «Энгельсу-26». І постоянно, в свободне время, коли було, то есть всегда гоняли в мяч. Меня нашел, так скажем, в школі в 39-й Эдуард Петрович Лучин і пригласив в секцію, которая занималась у нас на центральному стадионі ЧМП. То есть оттуда я начал, а потом уже попал в Зюшорчальну лицю. Как обычные тренировки, которые давали, да, практически во всех групах, то есть каких-то таких особых упражнений или еще чего-то такого как бы не было, но всегда було интересно приходить і работать. Я же його знаю з децтва. Он жил вот рядом с нашим стадионом здесь. Здесь была площадка, на которой он пропадал днями и ночами. Дедушка его работал у нас на стадионе і великолепно делал площадки, которые для волейбола, баскетбола. вот, и ему сам Бог велел приобщиться к спорту. Поэтому он все свободное время пропадал здесь, играл с ребятами, подавал нам мячи. и, а потом был набор в школу, и его набрали в нашу школу. вот, и поскольку он жил не в очень обеспеченной семье, потом мама пошла на уступки и отдала его в киевский интернат. Там он тоже занимался у большого тренера Виталия Григорьевича Хмельницкого. А потом, после окончания интерната, Виталий Григорьевич позвонил мне, я работал с дублем, и Илюша приехал к нам. Поэтому вся его судьба, она прошла передо мной. Потом мы вылетели, он играл в городской команде «Динамо», служил в армии. Потом, когда я вернулся из московского «Динамо», он уже играл под нашим руководством с Прокопенко. Что еще можно рассказать? Когда развалился Советский Союз, после Кубка страны, они с Никифоровым уехали в московский «Спартак» и там себя проявили достаточно хорошо. Он стал лучшим футболистом России. Так что жизнь футбольная у него сложилась довольно хорошо, но он эту жизнь, как говорится, выстрадал сам. Первый раз я его увидел, когда он играл за «СКА». Конечно, великий игрок. Потом черноморцы вместе играли. Я помню, как гол забил Илюша с моей передачи со «Спартаком». Наверное, может, даже это и первый гол был. Я в подкате забрал у Супарова мяч, отдал на дальнюю, и Леша забил. И мы выиграли 1-0. Ну, он буквально с первых игр сразу пришел, с «СКА» стал игроком в основном составе. Это говорит о том, что человек величайшего таланта. В те времена не просто было прийти со второй лиги и заиграть выше. А он пришел, сразу стал игроком в основном составе. Это редко кому удавалось. Ну, я говорю, это человек огромного таланта. Наверное, может быть, самый талантливый одессит, который был в футболе. Во-первых, как бы Илюха – это народный спортсмен, народный футболист. Он из народа, и поэтому его люди любят. Он и играл так. Он творчески играл, подходил к футболу творчески. Вы знаете, когда человек играет, не просто играет, а творит на поле. Был момент, когда мы играли «Динамо» против «Спартака», по-моему, в Москве. И еще мяч не ввели, а он побежал. Я за ним побежал, так как защитник. Но он начал смеяться. То есть он на футбольном поле, это его, грубо говоря, место, где он может себя, и он чувствует себя, как свои тарелки, и, грубо говоря, может придумать на ровном месте что-то неимоверное. Истинный, искренний одессит, человек с чувством юмора, добрый, порядочный человек. Это сам Лаван. Ну и, конечно, профессионал с большой буквы. 4 июня 2016 года на Новогородском Таировском кладбище города Одессы на могиле известного футболиста, воспитанника одесского футбола Ильи Владимировича Цымбаларя был открыт памятник. Создание и установка памятника Ильи Цымбаларю стало всенародным делом. Его создавали всем миром. Я давно не видел такого огромного количества людей, которые пришли на кладбище, чтобы отдать дань уважения великолепному футболисту и человеку. Сюда пришли близкие, друзья, ветераны футбола, те, кто играл с Илюшей, болельщики, которые любили, восхищались его игрой, журналисты и просто те, кто помнит его игру. Памятник создан на средства, собранное друзьями Ильи Цымбаларя и его семьи. На фронтоне памятника фотографии Ильи и слова «Цымбаларь Илья Владимирович 17 июня 1969 года 28 декабря 2013 года». Народному футболисту от благодарного народа, семьи и друзей. Рядом с памятником установлена табличка, на которой высочены спортивные достижения Ильи Цымбаларя. Командные. Он обладатель Кубка Федерации СССР 1990 года, обладатель Кубка Украины 1992 года. Шесть раз он становился чемпионом России. Он четырежды становился обладателем Кубка России. В списках лучших футболистов Украины в 1991 году он был под первым номером. Илья Цымбаларь был признан лучшим футболистом России по результатам опроса еженедельника футбол в 1995 году. На задней части памятника изображена фотография Ильи в полный рост, в движении и надпись «Одной звездой земля беднее стала, одной звездой богаче стали небеса». Своими воспоминаниями об отце поделились сыновья Ильи Цымбаларя Алик и Сергей. Гордимся, что у нас был такой отец и мы очень приятно осознавать, что у него было столько друзей настоящих. Вспоминая, вот что сказать, это вот, вчера были дожди, вот сегодня солнышко, вот, как говорил Юра Никифоров, это было солнышко наше, которое всегда улыбалось, светилось и заставляло нас улыбаться, да и всех окружающих. «Каким он был человеком, я не знаю, я не встречал еще таких больше людей, самый добрый, самый жизнерадостный, самый улыбчивый, всегда, даже когда плохо, он как-то так красиво подшучивал, что поднимается настроение всегда, после его шуток». «Сегодня особый день в жизни футбольной Одессы. Сегодня мы открывали памятник народному футболисту от благодарного народа. Мы видели, сколько людей пришло. Это говорит о том, что Илюшу помнят, Илюшу любят. Его футбол искрометный всегда будет в наших сердцах. Он удивительный был человек в высшей степени порядочности. А какой он футболист был, он был звезда. Это была звезда футбола. И я думаю, что мы вместе, все вместе, с разных стран мира, люди, сделали то, что предписано Всевышним, делать добро. И мы его сделали». 13 сентября 2014 года на аллее футбольной славы Одессы появилась звезда в честь представителя славного созвездия моряков конца 80-х, начала 90-х, Ильи Цимбаларя. Он, кстати, автор победного гола одесского черноморца в финале первого кубка Украины. Участники матча, его организаторы возложили цветы к звезде Ильи Цимбаларя на аллее футбольной славы Одессы. Ильюша был замечательный человек, который заслужит самых добрых слов. Он был замечательным футболистом, который завораживал своей игрой болельщиков разных поколений. И не только одесских болельщиков, украинских, но и московских, российских, европейских болельщиков, когда играл в матчах Лиги чемпионов, когда играл за сборные. Жаль, что он ушел себя так и не реализовал. Он ушел из большого футбола в качестве игрока. К сожалению, так и не сумел проявить себя за рубежом, хотя у него были для этого все задатки. И он ушел так себя не реализовал в роли тренера. Ему просто не хватило времени в этой жизни. Самый главный матч чемпионата СССР Черноморец, Одесса, Спартак, Москва, А то мы тоже были на матче на стадионе полный стадион битком яблоко негде было упасть. И вот с этого матча именно я увидел Илью на поле. Мне было 14 лет. Он блистал на поле. Просто спартаковцы выиграли 3-2. Но Черноморец оказал достойное сопротивление. С тех пор Илюша для меня просто превратился в какого-то кумира. Знаете, вот как сейчас для детей Месси, Рональда и так далее. Вот для меня по-прежнему он остается кумиром и футболистом номер один. Если бы он даже представить, чтобы он родился в это время, как они, это был бы примерно такой же человек. правильно говорят, талант от бога, народный футболист, красавец, мастер, великолепный дирижер на футбольном поле. Давайте вместе окунемся в атмосферу футбола 90-х на Одесском стадионе Черноморского морского пароходства. Лидер одержал трудную и очень важную победу в гостях, дважды отыгрываясь по ходу встречи. Пожалуй, один из лучших матчей провел Спартакович Шмаров, не раз угрожавший воротам Черноморца. Завидную результативность продемонстрировали футболисты в середине первого тайма в течение восьми минут. Сначала удача сопутствовала дебютанту Одесситов Вицко, забившему свой первый мяч в высшей лиге. Спартак тут же организовал четкую контратаку и через три минуты после того, как опасность ворот ЖК вроде бы миновала, ошибся Имреков, сбросивший мяч под удар Шмарову, а тот не промахнулся. Новый атака Одесситов и теперь уже многоопытный Кондратьев четко завышил передачу 2-1. Похоже, команды рискнули сыграть в открытый футбол. Спартак Спартак проявил свой характер, сумев склонить чашу весов в свою пользу. В штрафной площадке Черноморса становится жарко. И вот уже защитник Морозов выручает своих нападающих сравнивая счет. В такой ситуации очень важно у кого окажется покрепче нервы. И лидер заставил хидрогнуть оборону Одесситов. Незадолго до окончания встречи ошибся вратарь ЖК. Сейчас вы увидите этот момент. И Шмаров оказался тут как тут. Победа со счетом 3-2. Иглы Ильи и его бровку помнят и старый стадион ЧМП и многие футбольные арены и стадион СКА и стадион и стадионы мира. Вот так скажем. Кроме этого он еще человек был. Ну да он очень порядочный человек был. Очень порядочный человек был. Мало того что великий действительно я считаю что очень великий футболист единственная проблема в чем была это что Илюшка не уехал за границу играть. Я думаю если бы он уехал играть за границу то любой клуб бы в любом клубе он заиграл. Но получилось так как получилось. Я слышал такое что его приглашали в Испанию по-моему играть и он сказал что я без Никифорова без Юра не поеду. Ну его не в Испанию приглашали. У нас была мечта поехать действительно у двоих была мечта как мы уехали в Спартак такая же мечта была уехать вдвоем за границу. и вот почти она свершилась после чемпионата Европы мы сидели в номере к нам приехали жены уже все было понятно что мы вылетели и все и нас вызвали в кабинет в номер Романцева там был переводчик Логофет за нами приехала команда Перуджи только вышла в высшую лигу и какой красивый город вообще да ну и вот мы пришли к Романцеву в номер сидели там сидели представители Перуджи нам объявили наши зарплаты как мы будем получать какие деньги ну и все и после чего нам Олег Иванович и Логофет объявили что практически все решено остались вопросы только между клубами ну мы если честно когда вам объявляют вашу зарплату вы понимаете что практически одной ногой вы уже там осталось им решить свои вопросы но так получилось что через неделю мы приехали в Москву прошла неделя прошла вторая неделя третья мы поняли что мы никуда не уезжаем ну и после этого решения было понятно что вдвоем куда-то уехать будет очень трудно а когда после Олега Ивановича после разговора с Романцевым мы вернулись в номер то за Илюшкой буквально через полчаса приехала Лацо тогда был Динозов вызвали Илюшу на разговор и насколько я знаю не знаю что там был за разговор Илюша ответил типа что мы с Никифоровым уезжаем в Перуджу на что Динозов ему ответил я хоккейные пятерки не покупаю я принадлежу к тому поколению кто наблюдал за дебютом за становлением этого великолепного футболиста и вы знаете вот когда я видел его игру я вообще забывал о том кто играет какой счет и это счастье что Илюша не играл против черноморца потому что боюсь что я всегда бы забывал о том о своей родной команде все говорят что сегодня все говорят о том что он был не только великолепным футболистом но и великолепным человеком и то что сегодня все собрались здесь такое количество людей это только это подтверждает в преддверии матча памяти лица Баларя в пресс-центре футбольного клуба Черноморец прошла пресс-конференция для журналистов на которой организаторы и участники матча рассказали как будет проходить игра были представлены футболки в которых сыграют участники матча специально к этой игре была подготовлена красочная программка матча в которой автор и составитель спортивный журналист Эдвард Лучин рассказал о жизни и спортивной карьере Ильицы Баларя журналистам была представлена эмблема и медаль которая была вручена участникам и тем кто поддержал этот матч дизайн эмблемы и медали был изготовлен дочерью друга Ильи Цимбаларя Юрия Никифорова Александра Никифоровой а потом был футбол на стадионе Черноморец прошел матч памяти Ильи Владимировича Цимбаларя Матч в котором принимают участие известные футболисты из разных стран Друзья Ильи Цимбаларя состоится на стадионе Черноморец 4 июня в 5 часов вечера В перерыве игры лотерея билеты продаются в кассах Все на футбол Под песню Виват Король Виват и видеоряд на табло стадиона Черноморец на котором зрители увидели фотографии и фрагменты игры Ильи Цимбаларя на поле стадиона Черноморец вышли участники матча К собравшимся на стадионе болельщикам а их было около 8 тысяч обратился мэр города Одессы Геннадий Леонидович Струханов который отметил важность этого события для культурной и спортивной жизни города Ильи Цимбаларя это очень яркий яркий игрок яркая личность в футболе и не только как футболист все из них прославили себя но вот такое отношение такая дружба футбольная дружба в мире футбола командная дружба говорит сама для себя это уважаемый человек сегодня два сына находятся здесь будут играть в команда и для Одессы это очень ответственное наверное торжественное событие несмотря на траурность день памяти но это событие от имени футбольного клуба Черноморец ко всем присутствующим обратился генеральный директор футбольного клуба Черноморец Сергей Степанович Керницкий который приветствовал всех гостей и участников матча отметивший необходимость и в дальнейшем проводить такие праздники футбола в Одессе приветственным словом ко всем присутствующим на стадионе выступил президент ассоциации ветеранов спорта Нью-Йорк США спортивный журналист и первый тренер и лица маларя Эдвард Лучин который поблагодарил мэра города Одессы всех участников матча гостей и болельщиков руководства футбольного клуба Черноморец и всех кто помогал организовать и провести этот матч от имени футболистов участников матча один из самых титулованных футболистов Одессы заслуженный мастер спорта СССР Леонид Буряк вручил мэру Одессы Геннадию Леонидовичу Труханову футболку участника матча с эмблемой этой игры к следителям и ко всем кто пришел на стадион обратился один из организаторов матча друг и лица маларя участник двух чемпионатов мира по футболу известный футболист Юрий Никифоров который поблагодарил всех кто организовал и помог провести этот матч в памяти Ильи Цымбаларя торжественный удар по мячу сделали мэр города Одессы Геннадий Леонидович Труханов и сыновья Ильи Цымбаларя Сергей и Олег а потом была игра от души и сердца матч проходил в интересной борьбе несмотря на возраст ветераны показали что в отличие от скоростных качеств индивидуальное мастерство и видение поля никуда не делись команды были названы именами сыновей Ильи Владимировича в белых футболках играла команда Олега Цымбаларя в синих команда Сергея Цымбаларя в матче приняли участие известные футболисты из разных стран мира среди которых обладатели кубка обладатели кубка Европы и суперкубка Европы 1975 года Леонид Буряк олимпийские чемпионы 1988 года Игорь Скляров и Алексей Чередник участники чемпионатов мира и Европы Юрий Никифоров Андрей Кончельскис обладатели кубка кубков 1986 года и участник двух чемпионатов мира Иван Еремчук и другие За команду Олега Цымбаларя который возглавил один из первых тренеров Ильи Георгий Филиппович Кривенко а в составе команды играли Виктор Гришко Олег Цымбаларь Юрий Никифоров Юрий Мороз Юрий Шерепницкий Юрий Сак Геннадий Константин Нижегородовый Иван Гецко Андрей Воронин Андрей Телесненко Олег Кощелюк Юрий Букер Константин Кулик Сергей Пучков Олег Мочуляк Петр Чилиби Виталий Тищенко Виктор Зубков Игорь Коннеец За команду Сергея Цымбаларя который руководил заслуженный тренер Украины Семен Иосиф Альтман выступили Игорь Шуховцев Сергей Цымбаларь Александр Никифоров Андрей Кончельскис Сергей Шматоваренко Сергей Кочвар Алексей Чередник Георгий Кондратьев Сергей Гусев Леонид Буряк Александр Спицын Александр Бондаренко Владимир Киреев Сергей Сгура Юрий Кулиш Игорь Скляров Арон Грунфельд Владислав Ващук Владимир Лебедь Виталий Парахневич Иван Еремчук Проводил игру легендарный украинский арбитр судья международной категории Мирослав Иванович Ступор из Ивано-Франковска Помогали ему арбитры из Одессы Игорь Рокочинский и Александр Дориенко Расскажите про атмосферу сегодняшнего поединка Как удалось реализовать такой праздник футбола в честь легендарного одесского футболиста Ильи Цимбаларя Я думаю сегодняшняя атмосфера это очень счастливый момент это не только для тех кто принимает участие в этом матче а принимает участие звезды футбола разных лет из разных стран мира но и для самих болельщиков ну вот смотрите шли дожди, дожди, дожди а вот сегодня появилось солнышко наверное и наверху тоже понимают что для Одессы это очень большой праздник я очень благодарен Одессе и одесситам гостям города которые сегодня пришли на стадион прекрасный стадион Черноморец и вместе мы почтили память этого выдающегося футболиста в перерыве матча прошел розыгрыш памятных призов среди владельцев билетов а неразыгранные на стадионе призы были переданы в один из детских домов Одессы игра прошла в бескомпромиссной борьбе хотя и завершилась со счетом 6-6 голы забивали в этом матче Андрей Воронин на счету которого три забитых мяча Иван Гицко Олег Цымбаларь Олег Мочуляк Сергей Цымбаларь на счету которого четыре забитых мяча Владимир Лебедь и Иван Еремчук По окончании матча на стадионе и за его пределами царила добрая атмосфера лица болельщиков светились улыбками они истасковались за настоящим футболом и все кто пришел на стадион в этот день почтили память прекраснейшего футболиста замечательного человека Илюши Цымбаларя ставшего для многих любителей футбола настоящим кумиром Это приятно когда люди помнят не забывают таких людей потому что во-первых он прекрасный был футболист и прекрасный человек но я его знаю тоже очень хорошо мы играли за сборную в свое время поэтому здесь хорошо что сегодня сделали и устроили такой матч болельщики пришли вот это очень приятно это очень хорошо что такие матчи происходят эмоции просто переполняет вы видели сами эту атмосферу столько звезд столько красивых голов забитых плюс все эти нарезки песни честно мне тяжело говорить у меня слезы и ком в горле тяжело но мне очень приятно что все люди здесь которые пришли сюда собрались любят помнят и так радуются вместе с нами эмоций очень много после такого матча очень приятно пришло видите сколько народу ребятам огромное спасибо которые сегодня играли еще раз хочется поблагодарить всех организаторов всех людей кто участвовал в этом празднике я это так буду называть потому что это сегодня праздник очень приятно я считаю что Илюша заслужил такого такого дня тем более в одном его городе в нашем родном городе в Одессе и достаточная болельщика сегодня пришло поддержать всю эту акцию и было приятно поиграть с бывшими всеми футболистами на которых раньше я смотрел по телевизору некоторыми из них мячи подавал и сейчас оказаться с ними на родном стадионе было очень приятно прекрасно справились со своими обязанностями видеооператор матча Александр Арбит бывшие ведущие актеры Одесских театров Лев Котляр и Александр Краснопольский которые приехали специально на этот матч из Нью-Йорка Однажды зимой 1995 года я приехал в Москву и конечно остановился у Илюши дома этот сезон 1995 года для Илюши был просто прекрасным именно по итогам этого сезона он был признан лучшим футболистом России вот тогда Илюша подарил мне вот этот выпуск футбольной газеты футбол на первой странице этого выпуска был портрет Ильи Цымбаларя и надпись Илья Цымбаларь лучший в России он собственноручно написал мне лучину Эдуарду Петровичу моему первому тренеру с наилучшими пожеланиями желаю тебе счастья здоровья и всего самого наилучшего искренне твой друг Илья Цымбаларь я с большим удовольствием передаю эту футбольную реликвию Одесскому музею футбола которым руководит его создатель Михаил Ганев именно в этом музее открылась новая экспозиция которая посвящена Илье Цымбаларю из-за «Надо» «Надо» «Илья Цымбаларь» Я был в гостях у Илюши. И помню, как он даже несколько застенчиво отвечал на вопросы. Было видно, что он не избалован интервью и вниманием прессы. Но он вообще был по жизни человек скромный, не любил выпячиваться. Но вместе с тем был очень озорной в хорошем смысле слова, очень веселый, добродушный и с большим чувством юмора. Как настоящий одессит. Это было в самом начале, в СКА Одессы мы играли. И вот только-только взяли в команду, буквально месяц, может быть, тренировался. И мы поехали играть в Ставрию, в Симферопольскую. Такая у нас всегда была принципиальная игра с ними, очень такие напряженные, очень такие жесткие, бескомпромиссные. И мы играли, счет был 1-1. И Илюху выпустили вместо Сани Никифорова минут за 10 до конца. Вот он вышел, забил гол, 2-1 мы выиграли. И знаете, вот почему-то вспоминается этот момент в его карьере, потому что у него было очень много, и он и чемпион России, и лучший футболист России, и все. Но почему-то, говоря о нем, я вспомню, когда мы говорим о нем, я вспоминаю всегда вот этот момент, когда он, ну, скажем так, вошел в футбол большой, вот со второй лиги, и потом, наверное, было всем ясно и понятно, что человек, попав в такую ситуацию, забив самый такой важный, наверное, может быть, для своей жизни тоже, потому что это начало, положить начало, это всегда очень сложно. Илюха был, как любил говорить Виктор Евгеньевич Прокопиенко, шикарный футболист, рыцарь без страха и упрека. Это было любимое выражение Виктора Евгеньевича, и это, в первую очередь, касалось Илюхи Цымбаларя. Илюха был прекрасный футболист, прекрасный человек, замечательный муж и отец своих детей. То есть, все, что было в футболе прекрасно у него, также сочеталось с семьей. И вот один из матчей мы проводили в Симферополе, и Илюха получил мяч на чужой половине поля, спиной к чужим воротам. И получилось так, что он обвел в сторону своих ворот трех футболистов соперника, остановился, развернулся и обвел еще пятерых игроков, и вышел один в один и забил этот гол, который нам и принес успех в этой игре. Это просто был такой маленький шедевр очередного в его исполнении, потому что левая нога, его левая нога, это просто был ужас для соперников, потому что они не знали, как с ним можно было справиться. Над ним все время пошучивали, а что у тебя правая нога для ходьбы? Говорит, лучше хорошо владеть одной ногой, одной левой, чем двумя ногами посредственно. Но это у него, да, у него юмор был очень такой специфический, чисто детский. Он все время шутил, все время смеялся. Возле него было приятно находиться, возле Илюхи. Я хотел бы кратко сказать о Илюше, который очень много недоделал в этой жизни, в этой короткой жизни. И очень жалко, что он так быстро ушел. Это был хороший футболист. Один из лучших, можно сказать, в Черноморце, и затем один из лучших. Лучший был в Спартаке, которого до сих пор везде помнят. И с первого момента, как его соска взяли, еще будучи солдатом, он зашел в Черноморец. С первой игры, ну это было со второй лиги, сразу высшую лигу. Ну это был скачок. Было видно мастера, и он талантливый, это самое главное. Матч памяти, который проходил в прошлом году, это очень значимый был для Одессы, для нас в частности, для футбольного клуба Черноморец, потому что футбольный клуб Черноморец сделал из Илюхи, по большому счету, и того мастера, футболиста, которым он стал уже в московском Спартаке и сборной России. Нас пригласили на матч памяти Цымбаларя. Вы знаете, эта игра для многих, для болельщиков, это одно для нас, футболистов, которые с ними играли, это, наверное, совсем по-другому. Почему? Потому что мы, вспоминаешь, когда выходишь на футбольное поле, особенно черноморцы, мы как бы одесситы, вот я, Никифоров, Телесненко, второй Никифоров, мы ребята, которые родились в Одессе, которые для нас черноморец был очень важен, Илюха Цымбаларь, тоже одессит, да, и вот мы, когда выходишь на футбольное поле стадиона нашего главного, вспоминаешь те моменты, которые мы переживали, тот кубок, который мы выиграли, и вместе с Цымбаларем, когда мы радовались, когда мы, переживаешь, знаете, как свою молодость. И получается, что вот эта игра для нас, она значила очень-очень много. Почему? Потому что не очень такое событие, что Цымбаларь ушел из жизни, но, а с другой стороны, мы, многие спортсмены, которые играли раньше друг против друга, вместе мы увиделись, увиделись спустя 20 лет, потому что многие уже в других странах, мы в Одессе, кто-то с Америки приехал, кто-то с России приехал, кто-то с Испании. Было очень-очень приятно увидеться, посмотреть еще и поиграть вместе. Первое, люди пришли отдать дань Илю Цымбаларя. Второе, люди видели своих легенд. Мало того, люди видели, что со всего мира съехали с футболистов. И этот праздник получился. Мало того, он не просто получился, он оставил неизгладимый след. Память о Белюшице Баларе в Одессе жива. В одесском жилмассиве «Радужный» прошел турнир для юных футболистов 2012-2013 года рождения, который был организован Хасаном Хасаевым, Дмитрием Кривым, Вилиным Цандром, сыновьями Ильи Цымбаларя, Сергеем и Олегом Игорем Наконечным. Почетными гостями турнира были известны одесские тренеры и футболисты Семен Альтман, Георгий Кривенко, Виктор Зубков, Иван Гицко, Андрей Телесненко, Александр Никифоров, Геннадий Нижегородов, Владислав Зубков и другие. Завершая наш рассказ о Илюше Цымбаларе и глядя на совместное фото участников матча памяти Илюши, я думаю вот о чем. Илюша Цымбаларь, которого 9-летним мальчишкой я нашел на уроке физкультуры в Одесской 39-й школе, когда занимался отбором юных футболистов для футбольной школы Черноморец, был блестящим футболистом и другом. Болельщики футбола шли на Илюшу. Его футбол приносил радость поклонникам его футбольного таланта. Одна из кричалок болельщиков звучала так. На футбольном поле царь наш Илюша Цымбаларь. Его футбол царствовал в наших сердцах и душах. И звезды футбола Леонид Буряк, Андрей Кончельский, Юрий Никифоров, Георгий Кондратьев, его многочисленные коллеги по футболу из разных стран и городов мира, многие из которых играли рядом с ним на одном футбольном поле и приняли участие в этом матче, отдали дань памяти и уважения большому футболисту и человеку, за что им большая человеческая благодарность. Низкий поклон всем людям доброй воли, кто помогал создать и установить на могиле Илюше памятник, организовать и провести этот памятный матч, который вошел в историю одесского футбола. Илюша Цамбаларь и его искрометный футбол всегда будут в наших душах и сердцах. Светлая ему память. Жизнь театра, Шекспир сказал, И все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, Рождал восторги сборы. За то, что ты с душой играл, Народ тебя карнавал. И даже враг твердил порой, Скрывая страх, Что ты король, Что ты король. Виват, король, виват, Виват, король, Покой я ты не знал. Без пушек, без солдат своей игрой Ты страны покорял. Меня же покорил, Что верным был, Что был самим собой. И не было игрой, Пустой игрой Твоя любовь. Виват, король, виват, Виват, король, Ты был самим собой. Виват, король, виват, Виват, король, Виват, король, виват, Виват, король, Виват, виват моя любовь. Лишь со мной одной терял Все горести и беды, Ты другим дарил всегда Золото победы. Ты так играл, Ты был артист, И вот настал твой бенефис. Ты так играл, Ты был король, И вот теперь вакант на роль, Вакант на роль. Прощай, король, прощай, 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 король, Тебе поют кругом. Как жаль, не вечен май, Не вечен гром, А палатисментов гром. Печаль в глазах, печаль, А в сердце боль, И каждый грустным стал. Прощай, король, прощай, Сегодня тобой последний бал. Прощай, король, прощай, Прощай, король, Сейчас прощаешься с игрой Брошай, король, брошай Теперь, теперь ты только мой Брошай, король, брошай Брошай, король, брошай Не плачь, мой милый, не горюй Брошай, король, брошай Брошай, король, брошай Лишь я прощай не говорю Лишь я прощай не говорю Лишь я прощай не говорю Не говорите мне прощай Я помню, как мы повстречались Я целый день провел в печали И вечер предвещал тоску Не говорите мне прощай Я помню, как нашел случайно Глаза, которые печально Искали летом на снегу Не говорите мне прощай Не говорите Глаза, верш werd Искали летом на снегу -серденье Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...